Привет, бро! С тобой Воблер и став лайк за 2 секунды, если ты сейчас на экране видишь Стикменов. Считаю. Раз, два. Молодец, что ты успел поставить лайк, это значит, что ты видишь. Сегодня мы с тобой поиграем в игру Stick War Legacy. Как ты знаешь, в пятницу здесь в игре выходят новые уровни, где мы устраиваем новые битвы Стикменов, проходим все уровни на самой максимальной сложности. И сегодня у нас будет 265 и 266 левел. А также у нас в каждом ролике теперь будет шкала с правой стороны видео. Если ты остановился смотреть ролик на серой шкале, значит, нубик на желтой про и на красной читер. 265 левел, выбираем максимальную сложность. У нас 16 очков для прокачки, мне очень страшно, это означает, что враги будут просто идти пачками на нас. Значит, мы с тобой прокачиваем нашу гальваническую армию. У нас уже все здесь скины куплены, кроме Рудокопа, он, в принципе, нам и не нужен. Надо, я думаю, что и прокачать мага, потому что от мага будет многое зависеть. И давай, наверное, возьмем еще лучников, пусть они сзади там постреливают. Одно очко мы вкидываем в Руду. Поехали. Ой, пережить ночь. Это у нас зомбики, ребята. Ой, как быстро строятся войска. Блин, мне уже страшно. Что происходит? Нам дают бусты. Ё-моё, что нас ждет вообще в этой миссии? Я не знаю. Офигеть. Вообще, три слоя брони. Ребята, что там будут идти за монстры? Я даже боюсь представить. Я не знаю, что мне делать. Я просто в панике. Ладно, давайте хоть Руду буду добывать, потому что реально безумие. Вы же понимаете, что сейчас пойдет огромная волна зомбарей. И, судя по стенам, там будут очень серьезные зомбарики. Давай, буду делать мага. Давай сюда ставим. Вот зомби идут, идут. Чем вообще опасна эта атака? Я объясняю. Дело в том, что зомби соберутся в одну кучу и одной волной придут на нас. И это будет большое количество юнитов. Чтобы такое большое количество встретить, нам надо реально что-то крутое, эпическое. Это великан. Вот они идут, идут, идут. У меня уже что-то подглючивает. Ставим великана. Ай-яй-яй, что-то это будет эпическое. Ну, даже не знаю, надо нам делать лучников или не надо делать. Потому что, ну, лучники, они же еле-еле будут постреливать там. Я готов встречать. Ну как, я-то готов. У меня нет выбора. Я-то сильно и не готов. Готов и не готов одновременно. Ждем, пока не разрушат стену. И потом уже идем в атаку. Так, нажимаю стрелочку. Вперед, давай, землетрясение. На! Вот так вот гальваническим уроном. Пацаны, вперед смотрим. На, бьем. Молнией бьем. Еще давай бьем. Давай, валим, валим, валим. Давай, валь. Да. Еще давай. Мы сейчас проигрываем. Наверное, надо все-таки делать много маленьких юнитов. Я не знаю, что мне надо делать. Но зомбарики крутые. Они просто все тут разнесли. И вот еще идет огромная толпа. Вы посмотрите, сколько их идет. Да, ребятки. Это у нас гальваническая армия против зомбической. Давай, наверное, все-таки тут прокачаем магов. Но без магов никак. Потому что они делают бесплатных прислужников. Великан. Давай, наверное, сделаем много мелких рудокопов. Которые будут держать урон. Вот. У них еще будет дамаг. Они мелкие. Хоть что-то будет. Let's go. Сейчас нам надо включить добычу для рудокопов. Быстро мы делаем. Рудокопчиком. Может быть, даже несколько добыч врубить. Смотрите, у нас много бустов. В принципе, мы с легкостью можем их победить. Но, с другой стороны, не хочется как бы сливать эти бусты. У нас есть 20 плетей. 11 корон. Также великаны разные. Хилочки есть. А, нет хилочек. Подожди. А, хилка для общей армии. Именно хилки девушки у нас нету. По-моему, я ее уже использовал в прошлых видео. Так, вот они принесли руду. Давай еще. Делаем снова мага. Очень быстро прокачивается армия. И это, конечно, мне нравится. Сейчас сделаем чуть-чуть другую армию. Потому что в прошлый раз великана сразу же вырубили. Но великан нам нужен, чтобы использовать землетрясение. То есть, возможно, нам надо будет великан и кучу еще мелких каких-то. Давай еще третий раз юзаем добычу для руды. Ну все, пацаны, вперед. Я попробую помочь сейчас сразу землетрясением. Вот, их вырубил. Сейчас наши будут добивать. Ой. Подглючивает. Потому что очень много юнитов. Вы посмотрите, что творят эти зомбарики. Эпически. Они прошли. Ну, маг, маг, давай, давай, держись. Мы с магом не надо... Ой, сверху они все пошли. Смотри, ползут сверху. Вообще гады. Делаю землетрясение. Делаю кучу мелких, чтобы они еще выходили. Давайте, ребята, вы должны спасти магов. Что по магам? Один всего лишь живой. Сзади... Что происходит? А я не того юнита выбрал. Почему я выбрал этого мелкого? Я должен был играть за великана. Строй много мечников, чтобы они вырубили этих зомбариков. Будем брать количеством. Вот у нас есть один маг. Ладно, давай хоть магом буду палить. На. Отхожу, отхожу. Удар. Но. Хорошо. Нанес урона. Что у нас вообще по рудокопам? С рудокопами беда, потому что... Сюда зомбарики дошли все-таки. На. Лежать. Вот еще сзади ползут. Вырубили моего мага. Вставай, дружище. Кого? Кого мне выбрать? Делаю снова много мелких. Да они прут и прут. Вы посмотрите, сколько же их. Да это безумие какое-то. Такого огромного количества я еще здесь не видел. Вот это зомбический уровень. Гальваническая армия против зомбиков. Гальванической армии. И я вижу, что армия гальваническая... Сливается. Я не знаю, что мне использовать, ребята. Вот просто не знаю. Значит, давай будем много мелких делать тогда. Я даже не знаю. Может вот этого мага, который скин вампиризма. То есть наши будут наносить урон. И как бы одновременно лечиться. Для этих надо поставить, да. Чтобы они просто не умирали. Этот будет гальванический великан. Попробуем таким сетапом. Сейчас я делаю снова, ребята, рудокопов. Потом им делаю три буста. Чем больше я буду здесь проигрывать, тем больше я буду бустов сливать. Потому желательно победить сейчас быстро и молниеносно. Делаем сразу одного мага. Так, давай еще буст. Давай еще бахнем добычу руды. О, отлично. Делаем еще кучу мелких. Давайте, ребята, с мечами вперед. У вас скин вампиризма. Вы готовы? Армия врага уже приближается. Давай еще выберем парочку зомбариков, которые будут кидаться гнилым мясом. Зомби по зомби кидать, да? Выбираем еще великана огромного. Кучу мелких. Строим с мечами. То есть, в принципе, у нас тоже армия уже не слабая. Надо отодвинуть врага подальше, чтобы они не мешали нашим рудокомпам добывать. У нас уже 48 очков из 50. Уже почти мы не можем ничего строить. Но пусть деньги хоть накапливаются. Пошли ломать будем здесь последнюю защиту. И идем в атаку. Меч применяем. Давайте наши вперед. Они восстанавливаются. Ребята, валите врага. Ооо, безумие какое-то происходит на поле боя. Вы посмотрите, какой здесь жесткий замес. Наши маленькие стикмены все выносят. Со своим скином вампиризма. Они практически не страдают, не умирают. Ничего, смотрите. Они просто выносят врага и продвигаются вперед. Может быть, не надо было вообще никакие бусты использовать. А просто сделать этот скин вампиризма. Настроить кучу мелких и идти вперед. Я перепугался, ребята. И, видите, после проигрыша и уже понажимал все, что можно понажимать. Ну так, с умом. Потому что я, в принципе, все же подряд тут не накладывал. Поэтому мы как бы держимся. Все хорошо. Вот новая атака вражеская. Можно, в принципе, назад отойти. Великан, ты куда идешь? Не идешь. Можно мага построить. У нас сколько? Два мага. На великана сейчас толпой нападут. Великаном я этим управлять не могу. То есть другими великанами могу, а этим нет. Он зомби. Он вообще тупой и неуправляемый. А этим я могу? Зомбиками я не могу. Они типа безмозглые. А я могу управлять только мозгастыми. Тех, у кого есть мозги, видите. Обычными стикманами маленькими. Этот великан тоже может делать землетрясение. Он сам по себе такой, одиночка. Вот, наверное, последняя атака пошла. Давайте, пацаны, вперед. Я в шоке. Вот это безумие. Надо будет сейчас быстро строить армию. Что у нас вообще происходит? Давай посмотрим. Сюда никто не прорвался? Нет, все хорошо. Игра подглючивает, потому что очень много юнитов. Давай, валим, валим их. Они жестко перебили нашу армию. Отходим, маги, отходим. А, это, наверное, все. Последняя. Фух. А, еще идут. Надо быстро восстановить кучу мечников. Вперед, а то сейчас великана сольют. Отступил назад для того, чтобы спасти ребята магов. Они еле-еле передвигаются. Вот у нас три мага есть. Отлично. Я думаю, что сейчас будет победа на нашей стороне. И мы покажем врагу, где раки зимуют. Давайте накидываем. Бейте их. Да, просто суперски. Наказываем зомбическую армию. Правда, это не гальваническая армия. Это у нас армия вампиров. Ого, их еще больше идет. Да что же это вообще за дикие такие чуваки. Давай еще построю одного мага. Кучу мечников. Вот хп нашего великана зомбического, который раскидывает вражеских зомби. Ай-яй-яй, зомби подошли к магу. Отходим, отходим, маги. Один маг пострадал. Что делать? Кучу мелких вызываем стикманов. Помогайте, спасайте. Минус великан. Минус маг. Они идут. Они перебили всю нашу пехоту. Офигеть, у меня деньги закончились. В атаку. Давайте, ребята, вперед, стикманы наши, вампиры. Давайте добьем. Это, наверное, уже последняя волна? Да, все, последняя. Я думаю, что мы их завалим. И будет победа. А может и нет, потому что, смотрите, где луна. Что тут такое? Две луны? Обычно одна луна. А тут их две? Разве было две луны на этой карте? А ну, пишите в комментариях. Можете прошлые ролики посмотреть. Все, победа. Жесткий уровень, как ты видишь. Мы с тобой использовали очень много бустов. Долго я пробовал разные стратегии. Даже великана вызвал. Мы с тобой получаем топовую корону на 265 уровне. Это, конечно же, круто. Давай пойдем дальше. 266. Let's go. Уничтожить статую врага. Надеюсь, что здесь будет немножко полегче. Давай с тобой оденем гальваническую оболочку для наших воинов. Для нашей армии. Потому что там пришлось нам вынуждено так делать. Тут и гальванический. Тут что у нас? Гальванический. И маг тоже гальванический. Да, все одеты. У нас нет лучников и капьетонов. То есть нам дается вот такая вот непонятная армия. Пока что, конечно, качаем рудокопа в первую очередь. Ай-яй-яй, а что? Ну, мага давай. Вот урон убимага. Вот сюда. И мелких таких, да? Которые будут держать урон. Что-то нас ждет довольно интересно. Здесь что такое? Блин, здесь и зомби будут, и стикманы. Непростой левел. Как же теперь долго все здесь строится? На самом деле, это там очень быстро строилось. Это обычное строительство здесь в игре. Обычная скорость. Я беру такого вот унылого рудокопа. После прошлого уровня этот смотрится как будто в сломо. Конечно, я для вас еще тут кое-что ускорю. Но все же. У врага топовый скин. Смотрите, вампиризма. Очень сильный враг. Я уже вижу. Они крутые. Как мы будем с ними справляться, я не знаю. Но они хороши. У них 5 рудокопов. Заряженные по максимуму. Топовые стикманы. Капьетоны и лучники. Нам реально будет сложновато. Давай попробуем использовать буст для рудокопов. Потому что я чувствую, что мы не вытягиваем. У них быстро накапливается армия. И есть два варианта. Либо они сейчас нападут сразу же на нас. Либо они будут собирать армию все больше и больше. И когда будет маг, тогда уже нападут. Нам нужен маг, но у них лучники. А лучники это плохо. Давай еще кучу мелких сделаем. Вот 10 штук могу сделать. Чтобы они сразу пошли и завалили их. Они решили на нас напасть. У них топовые скины. Что у нас тут? Маг гальванический. Ну вперед пацаны. Сейчас я должен управлять магом. Потому что без меня тут ничего не получится. У них уже 3 капьетона. Ё-моё. На. Хорошо. Еще строй мелких. Мы должны прорвать их оборону. У них смотрите как капьетоны танкуют. Они хороши. Они выносят наших стикменов. Блин они восстанавливаются. У них эффект вампиризма. На лежать. Сказал воблер. Уйди от меня. Почему он именно за мной гонится? На. Отлично посохом ударил. Давайте мои малютки. Вперед. Все завалили. Мы готовы идти. Отступают их лучники? Да. Не отступили. Боегузы несчастные. Или не отступили. Непонятно что происходит. Быстро делаем армию. Очень долго строятся здесь войска. Смотрите. У меня очередь. 14 штук. Надо наверное хоть великана сделать. Или что-то сделать надо. Вышел еще маг. Вот они накапливают армию. У меня нет проблем с деньгами. Есть проблема со скоростью строительства. Я могу сейчас использовать одну плеть из 20. Но попробую пройти без бустов. Потому что у нас и так топовые скины. Мы должны здесь всех разваливать. Делаю еще одного мага. Вот наша армия. Ну такая себе. У них уже есть 4 лучника и 3 капьетона. 3 спартанца с копьями. Давай попробуем побежать к ним. Есть два варианта. Либо они отступят. И их лучники из замка начнут нам накидывать. Либо мы сейчас с ними встретимся в бою. Вперед. Давай все-таки использую вот буст для наших мечников. Знаешь, что стоит 20 кристаллов, но все же. Все, давайте гоним их. Ай-яй-яй. Мы не смогли разбить армию. Это очень плохо, дорогие друзья. Потому что у них сейчас выйдет подкрепление. И все. И нам не поздоровиться. Нам надо разбить как-то эту армию. А потом еще одну. Давай, вторая атака на них. Они, конечно, с помощью лучников нас жестко выносят. Добегут не все, как я вижу. Так, а что тут буст? Уже нет для кого буст делать-то. Вперед, ребята. Вперед. Давайте, валите. Потихонечку выносим. У них капитоны как были живы, так и остались. У нас три мага. Давай я хоть магом бахну получником. Беру под контроль мага. На. Давайте, пацаны. Идем, идем. Давай до рудокопов дойдем. Они сейчас будут отступать. Но. Хорошо. Назад отходим. Да, наших мелких стикманов быстро выносят. И это печально. Надо делать великана. Хоть он не прокачан, но может быть землетрясением что-то смогу сделать. Так, что у них? Вот у них такая слабая армия. Даже четыре рудокопа, а не пять. Снова надо нападать, чтобы вырубить рудокопов. Это всего лишь их армия, которая внешне видна здесь. А есть еще скрытая армия. Подкрепление. Мы все знаем, что она есть. И какая она крутая, мы пока что не знаем. Мы знаем, что она есть. Насколько крутая, не знаем. Вот. Нет, нет. Мы не готовы, ребята. Отступаем. У нас 42 очка из 50. Ну, как мы можем атаковать, ребята? Ну, никак. Вы же понимаете. А у нас здесь руда заканчивается. У нас уже золота нету. Это очень плохо. Зато золото есть на вражеской базе. Делаем еще одного мага. У нас магов полно, но они не могут делать прислужников. Потому что маги не прокачаны. У них уже 5 штук рудокопов. Давай попробуем атаковать. Сейчас сделаю еще кучу мелких мечников. Я беру под свое управление великана. Давайте, пацаны. У меня готово землетрясение. Я готов его использовать. Бью пока что так вот булавой. Великанчик наш не прокачан. Ну, выпускайте свою армию. Вот она идет. Получай землетрясение. Это ловушка от воблера. На ногой. Гальваническое землетрясение. Делаю быстро еще много мечников. Бью булавой. Сейчас добью вражескую статую. И победа. Да. Все-таки я бусты использовал. Видите, для мечника. Гаврил не буду использовать, но использовал. И мы получаем топовую корону на 266 уровне. Ну что ж, дружище. С тобой был Воблер и Грастик вор Легаси. Оставайся на канале. Смотри другие видео. Скоро увидимся. Пока.